Существует легенда о пропавшем городе в окрестностях упадки, который был затоплен озером после землетрясения. Некоторые исследователи считают, что эта легенда может быть связана с реальными событиями исчезновения древних поселений. Менее чем в часе езды к северу от города Флакстер в Аризоне, среди красных скал и прерий, находится национальный памятник в упадке, где сохранились руины древнего города, когда-то населенные предками народов Хопи и Зуни. Национальный памятник в упадке представляет собой маловероятный ландшафт для процветающего общества. Но начало 1100-х годов ознаменовалось временем более прохладной и влажной погоды, когда предки современных общин Пуэбла создали шумный центр торговли и культуры. Привет, друзья! Сегодня мы решили посетить развалины. Вот тут древнее поселение. Сохранилось достаточно много интересной информации о том, как люди здесь жили. Пуэбла в переводе с испанского означает «город». Упадки Пуэбла – это многоэтажный город-жилища, построенное древними цивилизациями около 800 лет назад. В древнем городе в упадке сохранилось 104 комнаты, площадка для игры в мяч и естественная дыра. Когда-то оно вмещало сотни людей и служило центром торговли и культурного обмена. По одной из версий, в 1200-х годах люди начали покидать этот район, и к 1300-му году никого не осталось. Они ушли главным образом потому, что зола была вырвана из почвы ветрами, которые первоначально разнесли ее там, а также из-за многих засушливых лет в 1200-х годах, закончившихся великой засухой в 1276-99-х годах. Для коренных народов эти места олицетворяют следы их предков. Мультикультурное наследие в упадке отражает культурное разнообразие регионов с влиянием различных индейских групп. Эти группы населяли этот регион на протяжении тысячелетий, оставив после себя богатое наследие истории и традиций. Пройдем в этот замок, постройка которого сохранилась сколько? 800 лет? В упадке считается священным у индейских племен, включая Хопи, Наваха и Зуни. Название памятника происходит от языка Хопи и означает «высокий дом» в связи с высокими руинами, обнаруженными в его пределах. Музыка Музыка Я вот тут нахожусь в одном из помещений в руинах бывшего поселения. В котором жили древние жители вот этого места. Видите, там интересный такой проход. Вот постройка заканчивается аж там наверху. Музыка Посмотрите, какой тут вот вид. Музыка В урбанизированном жилище упадки есть выходное отверстие. Солнечное календарное окошко, которое точно выравнивает солнечный свет во время летнего и зимнего солнцестояния. Это свидетельствует о том, что архитектура древних поселений была тесно связана с наблюдением за солнцем и временем года. Ландшафт вокруг упадки характеризуется поразительными геологическими особенностями, включая вулканические поля, потоки лавы и образование песчаника. Памятник расположен на вершине плато Колорадо, откуда открывается потрясающий вид на окружающий пустынный ландшафт. Ландшафт Одним из удивительных мест в упадке является его игровое поле для мяча, обнаруженное в 1930-х годах и восстановленное в 60-х. Хотя оно не единственное в Аризоне, оно отличается каменными стенами. Какая игра проходила на этом поле, это неизвестно, так как жители упадки не оставили письменных свидетельств. Предполагается, что это могла быть игра, похожая на игры с мячом майя и ацтеков. Испанские завоеватели Мексики в 16 веке наблюдали за этой игрой. Играли команды, цель – забить мяч, используя различные части тела. Руки и ноги использовать было нельзя. Эти игры были очень тяжелыми. Игроки часто получали серьезные травмы, а иногда и погибали во время игр. Мяч, использованный в игре, изготавливался из очень плотной резины. Игры в мяч были развлечением и имели религиозное значение. Иногда игроки играли роли богов. Жители упадки, вероятно, с удовольствием смотрели на игры после тяжелой рабочей недели. Дыхало в контексте в упадке, вероятно, относится к природному геологическому объекту, а не к конкретной достопримечательности или структуре внутри самого памятника. Дыхало – это полость или тоннель в горной породе, которая выходит на поверхность и часто соединяется с подземными ходами или камерами. Когда волны разбиваются о береговую линию или над этим районом дует сильный ветер, воздух и вода выбрасываются в дыхало, вызывая резкий выпрос воды или воздуха вверх. Раскопки в упадках обнаружили множество археологических артефактов, в том числе керамику, инструменты и архитектурные останки. Эти открытия помогли исследователям собрать воедино историю людей, которые когда-то жили в этом районе, и их образ жизни. На протяжении тысячелетий многие общины охотников, собирателей и торговцев называли его своим домом, питаясь водой из источников упадки, ныне пересохшей, и едой, состоящей из кукурузы, бобов, тыквы, семян и зерна, а также свежего охотничьего мяса. Посетители в упадке могут исследовать многочисленные петроглифы и наскальные рисунки, разбросанные по всему памятнику. Археологические данные свидетельствуют о торговле между людьми, которые жили здесь, в том числе медными колокольчиками, браслетами из ракушек и попугаями ара. И все это происходило на сотни миль во всех направлениях. Большая часть диких животных в памятнике – сумеречные, животные, которые в основном активны ранним утром и поздним вечером. Если вы приедете в этот район рано, вы сможете увидеть койотов, оленей, кроликов, ящериц и различные виды птиц. Посетители руин сегодня увидят то, что осталось от построек пебла среди обнаженных красных скал, окруженных милями пустыни. Проводя здесь время, подумайте о стойкости людей, которые выжили в этом сложном ландшафте. Я думаю, вам было интересно это видео. Смотрите мои следующие видео о путешествиях по Западной Америке. Кликайте лайк, подписывайтесь на мой канал и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok